Книги, монеты и штык-нож в музей привезли бережно упакованными. А вот бывшие обладатели этих предметов не относились к культурным ценностям так внимательно. Например, эти сборники стихов Верлена и Кольцова через границу житель Абхазии пытался провести в багажнике. Токальная бумага, закрывающая титульный лист. Книга издания 1846 года в Санкт-Петербурге издана. А эта монета номиналом в 5 копеек выпущена во времена Екатерины II в 1775-м. Ее изъяли в аэропорту. Там же и вот эти две копейки из 1913-го. В Сочи монету попытался ввести житель Израиля. Уверял, она не имеет никакой ценности. Экспертиза показала обратное. Все предметы культурной ценности подлежат декларированию. Как привозят, так и привозят. А также необходимо разрешение Министерства культуры, которые являются основанием для перемещения предметов культурной ценности, возраст которых более 100 лет, через таможенную границу, таможенную союз. Также сегодня в музей был передан и штык-нож к винтовкам и карабинам образца 1923 года. Это антикварное холодное оружие. Его тоже изъяли на границе с Абхазией. Сейчас пройдет прием-передача. Дальше будут оформлены научные паспорта на эти предметы. Им будут присвоены отдельные номера. И в дальнейшем будет проведена регистрация в госкаталог музейного фонда Российской Федерации. Стоимость всех предметов, по оценке экспертов, 50 тысяч рублей. Исходя из суммы, будут рассчитаны и штрафы нарушителя. Плюс административная ответственность. Кстати, таможня пополняет не только коллекции музеев. Три года назад в храм в Олимпийском парке таможня передала 8 икон. Они были конфискованы на границе. Россиянин вез их в Абхазию в обычных дорожных чемоданах.